Привет зритель, ставим лайк и поехали! Ночь с 31 октября на 1 ноября и следующая за ней неделя – это время, на которое приходятся особенные праздники во многих культурах и религиях. Всем известный Хэллоуин, его прародитель – старинный кельтский праздник Самхейн и мексиканский День Мертвых, который празднуют несколько дней, начиная с 1 ноября. В славянской же традиции это время называлось Велесовой или Марьиной ночью. Наши предки верили, что в эту ночь Белобог передает управление всеми земными делами Чернобогу, наступает холодное и темное время, в обратную сторону победа тепла и света наступит весенний праздник, который мы теперь отмечаем как Масленицу. Когда силы жизни восторжествуют и вместе со сгоревшим чучелом тьма и холод покинут этот мир. Весной победит яркое солнце, Ярила, а поздней осенью наступает черед Мары. Это особенный персонаж, ночной демон с таким же именем есть и в скандинавской мифологии, и даже в буддизме, там он несет людям гибель духовной жизни. У славян же Мара, Марена, Морана олицетворяла сезон умирания природы и властвовала над землей во время зимы. Нельзя сказать, что это чисто отрицательный персонаж. Мару представляли как черноволосую красавицу, живущую в ледяном замке и повелевающую силами смерти и холода, но она же была одной из поборниц справедливости и правосудия. И кроме смерти, ведала еще и рождением. Вероятно, наши предки понимали, что к силам природы человеческие понятия добра и зла неприменимы, так как лежат они совсем в другой плоскости. Однако именно от ее имени произошли такие слова в нашем языке, как мор, морок, мрак, марева, морочить, смерть. Особенностью этого темного праздника было то, что двери в потусторонний мир, навь, на этот период распахивались и могли пропустить в наш мир явь самых разных своих обитателей. Это тоже было как хорошо, так и плохо. С одной стороны, древние славяне верили, что именно в эту ночь к ним могут прийти в гости души предков и умерших друзей. В этом праздник был очень схож с Днем Мертвых Латинской Америки. Их встречали с радостью, старались, чтобы в доме было все хорошо, убрано и красиво. Расстраивать мертвых все-таки опасно. Готовили им специальное угощение и вспоминали всех тех, кто уже покинул этот мир. Вообще, для славян ушедшие предки значили очень много. Считалось, что они продолжают хранить свой род. Уважаемых прародителей называли щурами. И к ним обращались, когда хотели избавиться от злых сил, произносили «Чур меня, чур». Однако в эту же дверь могли проникнуть и злые духи, не нашедшие себе покоя, ненавидящие живых. Для защиты от них разводили огонь. Считалось, что в эту ночь нужно вести себя аккуратно. Нельзя было поддаваться плохим мыслям. Из чисто практических примет, не стоило долго стоять на перекрестках, пускать в дом незнакомцев и давать деньги в долг. Зато в эту ночь много гадали, ведь пришедшие в гости предки могли помочь, подсказать и направить на нужный путь. Кроме того, в этот странный праздник могли открыться неизведанные жизненные пути, поэтому начинать новое дело на следующее утро было очень хорошей приметой. Торжественный поминальный ужин длился довольно долго, все вспоминали лучшее в своих умерших родственниках, те поступки, которыми может гордиться не одно поколение этого рода. Во время праздничного ужина позволялось говорить только о предках, их жизни, отдельных случаях и чертах характера, вспоминались их слова и наставления, мудрые советы и добрые дела. Начинался этот разговор с рассказа о самом старейшем и наиболее известном предке, а заканчивался воспоминанием об умерших совсем недавно. Темная Велесова ночь была важным пунктом в годовом цикле древних славянских верований. Она противопоставлялась светлому весеннему празднику и была неотъемлемой частью вечного круговорота колеса Сварога. Для защиты от потусторонних сил и для привлечения удачи в старину активно использовали различные предметы, наделенные особой силой. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.